Битва за Москву, сражения на Дальнем Востоке, ранения, потери родных и близких. Но Харвеку Келлигову было 20, когда в 1939-м его призвали на военную службу на Дальний Восток. Тогда на тех рубежах была непростая обстановка. Каждый день ожидали агрессии японских милитаристов, которые забрасывали в СССР одну диверсионную группу за другой. Город Бобовесский, Китай дозунки, венфлозунки, дозунки, ламп не есть. Что это значит? Соседы края и много все, и в последние планты, Хатэль Кивы Джейский, Хатэль Кивы Ихи, дозунки, ищут, 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 ищут. Ни земля в shocked милитариста, С Посол с притом. Соседы ищут, Сначала Великой Отечественной Мухарбека Келлигова перевели в конную артиллерию. В дальневосточный город Благовещенск, на границе с Китаем. Но обстановка стремительно менялась. Советское руководство получило неопровержимые доказательства от разведчиков о том, что Япония не собирается открывать второй фронт на востоке СССР. Поэтому резервы срочно перебрасываются под Москву, где враг стоял буквально у ворот города. Великой Отечественной Мухарбеке противостояло около 800 тысяч советских воинов. В те дни немцы уже плотно подошли к столице Советского государства и уже через бинокль могли видеть Кремль. И его направили для службы в разведке. В течение нескольких месяцев он участвовал в разведывательных операциях по захвату важных военнопленных. Победа под Москвой имела огромное стратегическое значение. Это было первое крупное поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Фашистский план молниеносной войны потерпел окончательное крушение. Был развеянный миф и о непобедимости гитлеровской армии. В боях под Москвой Мухарбек Келиков получил тяжелое ранение в голову и был госпитализирован в город Куйбышев. Как только отправился от ранения, Мухарбек снова вернулся на фронт. На фронт он участвовал в оборонительных и наступательных боях по Ленинградскому и Прибалтийскому направлениях. Ему повезло то, что его командиром был дважды Герой Советского Союза подполковник Колесников. Который проникся уважением и добротой к нашему земляку и всячески поддерживал его в трудные минуты. Под его командованием он несколько раз отличился и получил благодарность. Первый раз это было, когда его при наступлении немцев ранили в обе ноги. Но он не растерялся и, проникнув в тыл врага, выкрал в них несколько десятков лошадей. За годы войны Мухарбек Келиков еще дважды был ранен. Его наградили медалями и орденом Красной Звезды. В 1945 году его направили в город Можайск, где Мухарбек обучал новобранцев военному делу. Ветеран ушел из жизни в 2003 году. Его мужества и подвиги, проявленные во время защиты Родины, навсегда в памяти потомков. Амина Бокова, Новости 24.